Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Приветствую всех, кто нас смотрит. Смотрите в этом выпуске. Пожары, поврежденные автомобили и чудом выживший ребенок. Последствия непогоды в Алтайском крае. В Барнауле по Павловскому тракту, возможно, запустят трамваи. Подробности в выпуске. Сильная и эмоциональная игра. Впервые в истории алтайского баскетбола. Кубок Суперлиги 2 остается в Барнауле. Алтайский край вступил в активный пожароопасный сезон. Особенно много возгораний в природной среде. Только за последние сутки, отмечают спасатели, потушено 69 возгораний. В 50 случаях горели трава и мусор. Для предотвращения палов и для профилактической работы среди населения на базе МЧС края создан межведовственный штаб. Накануне его патрульная группа выезжала в ЗАТО. И хотя возгорание напрямую населенному пункту не угрожало, при других обстоятельствах оно могло оказаться очень опасным. Для осмотра территории спасатели применяют беспилотники. Вот так накануне микрорайон ЗАТО выглядел с высоты. Это лишь малая часть обнаруженных за сутки возгораний. Только за 18 апреля в рамках совместной работы в регионе пресечено более тысячи правонарушений при использовании открытого огня. К административной ответственности граждане привлечены в 64 случаях. Спасатели в очередной раз напоминают, нельзя сжигать мусор и сухую траву, а также разводить костры на природе, ведь пожароопасный сезон только стартовал. Шквалистый ветер натворил немало бед в Барнауле. Повреждено несколько автомобилей и чуть не пострадал ребенок. Фотографиями о последствиях утреннего урагана горожане активно делились в социальных сетях. В спальном районе Барнаула сегодня сразу в нескольких местах у строящихся домов упал металлический забор. В общей сложности повреждено пять автомобилей. К счастью, люди не пострадали. Серьезно повезло юному барнаульцу. На ребенка, возможно, из-за сильного ветра чуть было не упал кирпич. На записи с камер наблюдения видно, что буквально через пару секунд после того, как мальчик зашел в подъезд, возле входной двери упал кирпич. Работы по реконструкции моста в Заринске отстают от графика минимум на месяц. Хотя стратегически важный объект подрядчик обещал сдать раньше срока. Как относятся к задержке жителей и чиновники города на фоне страха паводка, который усиливается той же нерасторопностью строителей моста? Расскажем далее. Лед пошел, и этого момента жители Заринска боялись больше всего. Да, строители работают на мосту очень медленно. И сдать к сентябрю, как планировалось, успеют вряд ли. Но медлительность моста строителей могла привести к более страшным последствиям – подтоплениям домов. Об этом говорили на встрече с мэром. Начали строить мост, сделали строительную насыпь, техническую насыпь, или как она правильно называется. И строительная организация обещала убрать эту насыпь до паводка. Затем была информация, что начнется паводок, начнется ледоход, ее уберут так или иначе. Потом, со слов строителей тех же самых, что у них даже в принципе нет такой техники, чтобы убирать. На встрече глава администрации Виктор Асгалдян рассказывал горожанам, что нужная техника появилась на площадке. И она бы вышла расчищать проход, если бы образовался затор. Но проблема решилась сама. Чумыш поднялся выше уровня насыпи, поэтому лед прошел без последствий. Мы как раз оказались еще одними зрителями ледохода. И работы подрядчика, который с декабря не может набрать предусмотренный договором темп. Ну, оценивая ситуацию, что на объекте работы на данный момент не прекращаются, мы следим за этим. То есть надеемся, что подрядчик сможет исправить ситуацию, вернуться в график и для того, чтобы 30 сентября, может заработать. Подрядчик ООО «Союздорстрой» обещал, что 9 апреля смонтируют пролетные балки. Но они просто лежат на стройплощадке. От срока строители отстают примерно на месяц. Администрация выставила претензию о разрыве контракта в одностороннем порядке. Если в течение месяца, со дня опубликования на сайте подрядчик не принял действующих мер, не сократил сроки, то, соответственно, мы разрываем в одностороннем порядке, и мы имеем право заключить договор со второй организацией, которая участвовала в торгах. Так что фирма рискует потерять и заказ, и репутацию. Кстати, пока мы снимали, встретили на стройплощадке человека, который на камеру общаться отказался. Но он и живет в Заринске, и сам участвует в реконструкции моста. То есть, как никто заинтересован в том, чтобы работы велись качественно, говорит, строят неплохо. А вот успеют ли? Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. А по Павловскому тракту в Барнауле, возможно, будут ездить трамваи. В мэрии города изучают проект реконструкции крупной транспортной магистрали. Предположительно, трамвайные пути протянутся от улицы Звездной до Советской Армии. Для этого по проектному эскизу автодорогу должны расширить до 6-8 полос. Не исключено, что потребуется и снос зданий, которые оказались на или непосредственно за границами красных линий, то есть могут мешать расширению дороги. С появлением трамваев на Павловском тракте убеждены разработчики проекта по его реконструкции отчасти решится проблема дорожных пробок. Жителям спальных и отдаленных районов будет проще добираться в центр города. Известно, что мэрия проект поддерживает. Правда, никаких комментариев специалисты администрации пока не дают. Добавим также, что проект должен пройти через процедуру общественных обсуждений. К слову, мнения самих барнаульцев по данному вопросу неоднозначные. Там есть трамвай, не вижу в этом смысла на самом деле. И так заполненные улицы, как бы не считаю нужным. Здесь более современный район, в основном у всех машины есть. Меня вот, например, это радует. Тем более Павловский тракт все время загруженный. По-моему, вот в новостройках он, вот в этом спальном районе, это самый главный, по-моему, транспортный маршрут. Следственный комитет края организовал проверку по факту падения женщины с балкона 17-этажного дома в Барнауле. Страшный инцидент произошел сегодня утром. Происшествие случилось по адресу улица 65 лет Победы, 9. Как сообщили нам в прислужбе Следственного комитета, 36-летняя женщина упала с общего балкона барнаульской новостройки. При падении она задела козырек подъезда и от полученных травм скончалась на месте. Мотив и причины поступка женщины устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение. Добавим, подобное ЧП произошло в Барнауле в конце марта. На Павловском тракте с 16-го этажа упал молодой человек. Пострадавшего тогда увезли медики. Но позже стало известно, что парень скончался в больнице. К счастью, эта неделя в Барнауле уже успела отметиться и добрыми делами. На протяжении нескольких дней на площади Сахарова будет работать мобильный пункт сдачи крови. Акция недавно уже прошла в Убийске, Рубцовске, Камнинаби. Подробнее о том, как спасти чью-то жизнь, расскажем далее. Доноры есть? Ну, понял. Все они в каком-то смысле супермены, доноры. Прошлый год стал настоящим испытанием для службы крови. Весной 2020 года акцию «Стань донором, спаси жизнь» пришлось отменить. Да и в целом, с пандемией проблем хватало. Сегодня, к счастью, можно просто прийти утром в мобильный пункт. Если вам есть 18 лет, вес больше 50 килограммов и нет противопоказаний. С полным списком ограничений к донорству можно ознакомиться на сайте службы крови. Акция здесь, в Барнауле, носит статус студенческой. Но если мы видим, что студентов не так много на текущий момент, то если подходит рабочее население, горожане, то мы иногда делаем исключения, как бы их принимаем в том числе. Кстати, в день сдачи донор освобождается от работы. Служба крови обеспечивает компенсации на питание. Но самое главное, в час икс ваша кровь кому-то спасет жизнь. У нас студенты, те, кто, допустим, на акции впервые у нас сдал кровь, потом начинают посещать центр крови, приезжают туда. Присоединиться к акции можно до конца недели, каждый день с 8.30 утра до 12 дня. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе в Барнауле завершат формирование реестра детей, которые получат путевки в детские сады. Именной список опубликуют 23 апреля на сайте Барнаульского комитета по образованию. Итоги комплектования, согласно протоколу распределения, будут сразу же отражены в ваших электронных заявлений. Вы увидите, куда распределен ваш ребеночек. Кроме того, списки детей на получение мест будут размещены на официальном сайте комитета по образованию города Барнаула в разделе «Система образования» под раздел «Дошкольное образование». Сколько именно малышей попадут в муниципальные детсады в этом году, в комитете не уточняют. В прошлом году путевки получили почти 10 тысяч ребятишек. В этом году, надеется, родители дошколят, количество мест увеличат. По распоряжению президента страны до конца 2021 года во всех регионах страны должны решить проблему с местами в яслегруппах. В Алтайском крае для этого строят новые детсады и открывают дополнительные группы для детей от полутора до трех лет. В Барнауле на данный момент возводят шесть дошкольных учреждений. Всего в течение года планируют открыть 1555 мест. Из них 670 для детей ясельного возраста. И к другой теме. До 13 мая комиссия, созданная Ростехнадзором, должна вынести вердикт о том, что стало причиной обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. О ситуации на станции сегодня на аппаратном совещании в правительстве региона к губернатору докладывал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. Он сообщил, что руководство СГК приняло решение разобрать рухнувшую трубу. Что касается ситуации на ТЭЦ-2 в целом, она нормализовалась. Потребители, которых переводили на контур ТЭЦ-3, вернули в прежний контур. Вопрос крайне серьезный в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Поэтому вместе с городскими властями держите руку на пульс и принимайте участие в мероприятиях, которые в этой связи будут проходить. Сегодня в Барнауле стартовали испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Это значит, временно, без горячей воды и отопления остались не только жилые дома, но и детские сады и лечебные учреждения. Суть испытаний в том, что воду в сети нагревают до 130 градусов с дальнейшим понижением до нормальной температуры. Таким образом, можно выявить дефекты трубопроводов и определить прочность сетей. В зону испытания попали жители в границах Попова, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западной Советской Армии, Лосихинской и Павловского тракта, а также поселков Спутник и Новосиликатный. Отопление и горячую воду должны подать в 8 вечера. Второй этап испытаний запланирован на 21 апреля. А между тем, в комментариях в соцсетях жители уже шутят, что как только на улице холодает, жди отключений. Кубок баскетбольной Суперлиги 2 впервые в новейшей истории достается Алтайскому краю. Чебоксарские ястребы приехали на вторую и последнюю игру финала против баскетбольного клуба «Барнаул». Это первенство далось нашей команде нелегко. После года пандемии переименование клуба, смены тренера и директора. Как нашиковали это золото в последней игре сезона, посчастливилось увидеть моему коллеге Андрею Дрейру. Стены содрогались, спорткомплекс «Победа» чудом не дал трещину. Клуб «Барнаул» провел сложнейший сезон. Вышел на борьбу за золото против Чебоксар, в гостях проиграл. А в последнем матче финальной серии мы встретили ястребов уже на своей площадке, чтобы устроить настоящую алтайско-чувашскую мясорубку. Чебоксары приехали сюда с форой в 10 ишков. Задача наших ее сбить, то есть победить примерно за счетом с 11+. Пока вроде, если смотреть на табло, получается, но игра очень интенсивная. Напряжение сказывалось и в ошибках с обеих сторон, и в нарушении правил, и без силовых приемов не обошлось. Но какова была битва? «Барнаул» всю первую половину медленно увеличивал разрыв, но ястребы наступали на пятки. А как? Обе команды бились в защите. Вторая половина – череда удалений. У «Барнаула» после пяти персональных фолов забрали лидера Дмитрия Злобина. Конечно, были опасения. Димка, наш капитан, наш лидер бессменный, были опасения. Но к тому времени была некая разница, и мы пытались контролировать именно нашей игрой. И все получилось. «Барнаул» – чемпион Суперлиги 2. «На вину в стороне 71!» «Наскетинный клуб Барнаул»! За этот сезон каждый сделал свой вклад. В последней чемпионской игре невероятное сотворил Даниил Синегубов, который забивался штрафной. Добивал, шел в проходы, открывался для передач и принес команде 35 очков. Даниил Синегубов попал в символическую пятерку лиги, а помимо него еще двое из Алтайского клуба. Вот он, лучший разыгрывающий Артем Чеваренков и лучший атакующий защитник Дмитрий Зловин. Я три года назад, когда вернулся в «Барнаул», сказал, что хочу выиграть с «Барнаулом» золотые медали. Сегодня я подтвердил свои слова. Надеюсь, что все рады, как я. У вас есть какие-то планы? Как праздновать-то будете? Пока не знаю. Надеюсь, шампанское нас ждет. Шампанское, может, что и покрепче они заслужили, потому что золотом. Баскетбольный клуб «Барнаул» ответил всем, кто говорил, что команды больше нет, после переименования, смены тренера и руководителя. Теперь команда получает зеленый свет для прохода в Суперлигу и ощутимую надежду на дополнительное финансирование. Я вам обещал, что самое интересное будет в конце. Мы сделали это. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Еще об одном заметном спортивном событии. В «Барнауле» в минувшие выходные прошли соревнования по каяк-кроссу. К этому виду спорта наш регион имеет опосредованное отношение, но, тем не менее, есть его ярые приверженцы. К тому же, каяк-кросс внесен в список следующих летних Олимпийских игр. О встрече каякеров, где новое поколение противостояло ветеранам, в сюжете Артема Гусельникова. Ледяной ветер и температура чуть выше нуля. Но недалеко от старого базара многолюдно. Второй раз за историю Барнаула в городе проходят соревнования по каяк-кроссу. Главная фишка состязаний – спуск в одноместной лодке с рампой, прикрепленной к опорам моста на высоте 5 метров. После чего спортсмен огибает 4 буйка, последний из которых – одновременная и финишная черта. В зависимости от времени прохождения дистанции из участников формируются пары. Дальше действует олимпийская система на вылет. С недавнего времени и сам каяк-кросс удостоен олимпийского статуса. Данный вид спорта официально включили в программу игр 2024 года в Париже. Среди барнаульских каякеров, увы, претендентов на участие в них нет. К сожалению, у нас в этом крае грибной славы, в частности, дисциплина экстрим славы, развивается слабо. Потому что требуется снаряжение, место для тренировок, место для соревнований. У нас, к сожалению, такой базы нет. Сильная школа каяк-кросса, говорит Кирилл, есть в Горном Алтае. Там тренируются даже чемпионы мира. Несмотря на небольшую популярность спорта в нашем крае, здесь тоже есть несколько поколений каякеров. И в субботу молодежь пыталась составить конкуренцию ветеранам. В прошлое соревнования я занял второе место. Первое – спортсмен, который у меня на 20 лет старше. Это интересно, потому что опыт против силы и скорости. И, как показывает практика, опыт может выиграть легко. Однако в этот раз опыт все-таки уступил силе, скорости и дерзости. Лидером соревнований стал 21-летний Иван Дремов, обойдя в финале ветерана каяк-кросса Вячеслава Гунько. Оба поколения спортсменов надеются, что показательные соревнования, которые весьма динамичны и зрелищны, заинтересуют горожан. Для желающих попробовать себя всегда открыты двери Барнаульского клуба каякеров. Артем Бусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.